И более ранние свидетельства. Например, на иконе Ксения Житием, датируемой 1551 годом, и хранящейся в Троице Сергиевой Лавре, изображены трое юношей в богатых одеждах, на голове у каждого увенчанная пером чалма. В книге Сигизмунда Герберштейна «Записки о Москве» 1576 года есть несколько гравюр, изображающих прием на Руси иностранных послов. На головах великого князя и русских сановников – тюрбаны с перьями. Перенесемся в блистательный XIX век. Карл Брюлов – портрет княгини Авроры Демидовой. И снова исконно русский головной убор – тюрбан, украшающий образ светской львицы, жены мецената Демидова. В общем, как мы смогли увидеть, одежда московитов, называющих себя русскими, долгое время содержала элементы одежды явно не славянских, а тюркских и финно-угорских народов. Это очередной раз подтверждает гипотезу о совсем не славянском происхождении московитов. Почему русские стесняются своего истинного происхождения? Это что, какой-то глубокий комплекс, сидящий в национальном сознании? Народ, застрявший где-то посередине между Европой и Азией, не являющийся ни полноценным европейским, ни полноценным азиатским, игнорирующий свои реальные корни, веками безуспешно натягивает на себя чужую маску и удивляется. Ну почему же это в России все как-то не по-людски?